Здравствуйте! В эфире новости дня и в студии Ануш Симонян. Сегодня, 29 июня, по случаю Дня памяти пропавших без вести Азатамартиков в Степанакерте было организовано мероприятие. Президент Республики Арая Карутюнян, государственный министр Артак Беглариан, секретарь Совета Безопасности Виталий Баласанян и другие официальные лица, а также родственники, друзья и боевые товарищи пропавших без вести воинов возложили цветы к мемориалу. Сегодня председатель комитета Арцаха по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, министр внутренних дел Карен Саркисян провел очередную встречу с родственниками пропавших без вести военнослужащих. Присутствовали также члены межведомственной комиссии. Президент Союза погибших и пропавших без вести воинов в Третьей Арцахской войне Армен Астрян доложил Карену Саркисяну о результатах ДНК-тестов, подтвержденных судебно-медицинским научным центром Министерства здравоохранения Республики Армения. Карен Саркисян заверил родителям, что комиссии используют все средства, впроводимые в этом направлении работе. Президент Республики Арцах Араек Арутюня сегодня принял директора Армянской Евангелической Ассоциации Австралии Григора Юмшачгяна. По сообщению Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах собеседники обсудили ситуацию в Арцахе после 44-дневной войны и ход гуманитарных программ. Президент поблагодарил Армянскую Евангелическую Ассоциацию за постоянную и неизменную поддержку Арцаха, отметив, что инициативы данной структуры способствуют решению существующих в нашей стране проблем. Во встрече принял участие представитель Ассоциации от Арцаха Виктор Карапетян. С 25 июня группа врачей-офтальмологов из Еревана под руководством профессионального совета при министре здравоохранения Республики Арцах и советника министра здравоохранения Республики Армения по офтальмологии, руководителя офтальмологической службы медицинского центра «Шингавит», главного офтальмолога Еревана, доктора медицинских наук, профессора Арташеса Зельфяна проводит бесплатные обследования и консультации в Степанакерском республиканском медицинском центре и в районах республики. Очередная дезинформация из Баку и очередное опровержение из Еревана. Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что в ночь с 28 на 29 июня вооруженные силы Республики Армения обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра азербайджанские позиции на восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствуя действительности. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Республики Армения. Как сообщили Нью-ЗМ в Министерстве обороны, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Республики Армения. В рамках литературно-культурной программы «Голос жизни» по инициативе Арцахского офиса Всеармянского образовательного и культурного союза в Степанакертской галерее впервые прошла выставка скульптур Мушега Мусаиляна и Гора Исраиляна. Целью инициаторов мероприятия было представить публике молодых скульпторов. Выставка в Степанакерте будет действовать в течение двух недель. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Арцах, была выявлена деятельность агентурной сети, созданной иностранными спецслужбами в Республике Арцах, в которую входили лица, проходящие службу в различных подразделениях армии обороны. Также удалось предотвратить дальнейшую вербовку нескольких граждан Арцаха. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане Арцаха, являющиеся военнослужащими одной из воинских частей, установили связь с сотрудником иностранной спецслужбы, зарегистрированным под армянским именем. По его указанию предоставили сведения, являющиеся государственной тайной. Один из них получил вознаграждение суммой в 200 долларов США, однако остальные обещанных денег не получили. В качестве меры пресечения к ним был применен арест. На сегодня это все. Всего доброго. До свидания.